Вообще для кого это? Это вот для людей, белых поясов, да, вот ты старый, у тебя там больные ноги, ты не гнешься, тебе многие опции недоступны из классического ржи, вот эти вот ногами вот это вот крутить, ты физически не можешь, да, там ты травмированный белый-синий пояс, да, потому что Пуру Пуру Браун, люди, которые давно занимаются, они, в принципе, сами смогут что-то модифицировать в своей борьбе, да, а это для тех, кто вот просто не может бороться, хочет, но вот ему не можется, да, ему. И мы записываем этому человеку вот такое вот пособие. Давай вот здесь, чтобы видно было мою жирную задницу, да. Итак, это вторая часть, и сейчас я покажу, что делать, если мы вот забрали его ручку, крутились, и так получилось, что мы встали в черепаху, да, я еще контролирую его запястье, но уже понимаю, что я его не утащу через себя. Итак, смотрите, я заблокировал его запястье. Сиди сейчас плотно с этой стороны. Я пошел, он тяжелый, он прям жопу опустил с той стороны, где сидит, да, он прям все, тяжелый, я понимаю, что я его не утащу. И так получается, что я во всей этой истории встаю вот в такую черепаху. У меня, когда я был травмирован, черепаха еще была достаточно специфичная. Я выставлял ногу, потому что не мог ставить колено на пол. Бум. Что мы делаем здесь? Важно. Если он попытается запрыгнуть мне сейчас на спину, заправить ногу, прямо в движении мы очень легко уходим с ним. Нужен тайминг, потому что если он зацепится ногой за таз, вы уже покаятесь как бы заправленным крюком. Это нужно делать, когда он не успел заправить крюку. Еще разочек. Здесь уходили, встали в черепаху, у меня ножка здесь. Еще раз, смотрите, он прыгает. Если он зацепится ногой, зацепите ногу. Уже бесполезно кувыркацию покаятесь ногой. То есть, как только чувствуется, что он поднял ногу, я просто ухожу сюда. Так, есть еще одна опция. Я ее достаточно много применял. Смотрите, я был здесь, я уходил в черепаху, каким-то образом встал. И он здесь, смотрите, тут важно, если он сзади меня, где-то, где сейчас Паша находится, он там вес дал туда, он не хочет через меня идти, я течу остреного вернуться назад. Еще раз, мы в любом случае отдадим баллы, мы были без одной ноги. Я здесь, иногда, если эта рука была глубоко, то есть, мы были в черепахе, он, возможно, руку мою блокировать хотел, да, блокировал. Я поворачиваюсь, могу поискать запястье, могу пойти на новую попытку. Да, то есть, ничего нет зазорного в том, чтобы просто упасть на бочок обратно с этой рукой. Дальше. Я здесь, да, держу ручку, его здесь. И смотрите, что я делаю. Сейчас чуть развернусь в камеру. Вот, его таз рядом с моим тазом. Смотрите, я спускаюсь чуть ниже его, то есть, я спускаюсь вот сюда, чтобы моя нога, вот эта, могла обогнуть его ногу. Я своей ногой цепляю его ногу. Теперь, важно, я закручиваюсь жопкой назад. Здесь пополз в черепаху, здесь встали. Первое, чуть вперед, да, пролезем, чтобы видно было лучше. Бум, первое, я должен сползти чуть ниже него, то есть, я бум, сдаю назад. Дальше. Я ногу, здоровой ногой перешагиваю. Могу наступить на его ногу, не страшно. Я не толкаю вперед. Я иду полукругом назад. Могу прийти в обратный свин, развернуться во фронтальный свин. Я эту опцию делал достаточно много, потому что вопрос реакции. Смотрите. Сейчас у нас немножко сядем. Что важно. Он не хочет улететь через меня и дает весь свой вес на ту сторону, где он остался. И вот этим я пользуюсь. В этот момент я поднимаюсь, перешагиваю через его ножку и укатываюсь. Да. Вот смотрите на реакцию. Я здесь, я прихватил его руку. Сейчас вот ты знаешь, что я через себя потащу. Да, и веса прям со своей стороны. Ты тебя потащил, он здесь уперся. Я стою, могу встать на ногу. И вот видите, я цепляю. Максимально легко ухожу сюда. Если в этот момент моего перешага, то есть я был здесь. Важно, обратите внимание, кстати. Пока рука заблокирована вот так, не вот так вот она висит, когда он ее может припихивать куда угодно. А она видите, лучше запястной кости блокируется. Я защищаю, в том числе, от ворот своей, да, от удушки. То есть я эту руку блокирую и эту. Значит, классный захват. Смотрите, я ухожу в тортилу, да, его весь вес там. Я начинаю идти сюда, а он наоборот начинает давать вес в другую сторону. Я начинаю с ним укатываться. История про захват руки и разная лапса оттуда, она на самом деле прекрасна. Особенно, пока это остается такой теневой магией. Пока люди не прохавали, не понимают, хотят вам доказать, что они вам все-таки что-то вырвут. Этим можно очень круто пользоваться. Но очень важно, что вы должны понимать, как перемещается его вес. Да, это вам очень сильно поможет. Едем дальше. Итак, следующая часть нашей одноногой истории, да, это халфгард, немножко дип халфгарда, но в первую очередь это, да, андерхук и работа на захваты. Итак, иногда, когда мы боремся с одной ногой, садись, мы можем взять человека в халфгард. Я не мог ставить ни шилд, поэтому халфгард у меня был вот такой, да, у меня были просто, у меня есть просто где-то скрещенные ножки на его ноге, где-то в том районе, да. Что важно, в отличие от ситуации, когда он сидит на моих ногах, я не пытаюсь его оттолкнуть руками, ни в коем случае. Когда я толкаю руками, он может запреть андерхук, и вот здесь все. Здесь у вас очень большие проблемы. Что я делаю? Я лежу так же на боку, очень важно, я хочу лежать прям четко на боку. И свои ручки я держу внутри, да, то есть вот они у меня здесь. Я стараюсь им их не отдавать. Дальше. Очень важно. Возможно, не могу сгибать ноги, но я могу сжимать ногу прямыми ногами, то есть я просто сжимаю бедра, да, значит, это я получаю достаточно хороший контроль. Итак, первое, что я здесь хочу. Иногда люди просто прыгают на меня, хватают за голову, да, вот они просто здесь хватают за голову у меня, прыгают, что-то пытаются давить, да. А теперь внимательно смотрите на магию. Да, что я завернём с камерой? Ага. Вот у меня руки здесь. Сейчас прыгай на меня, но не прижимай, сейчас ставь место. Он прыгает. Здрасте. Здрасте, я андерхук. Смещаюсь, получаю, ну, здравствуй, андерхук за таз и получаю возможность держать хоть какой-то нормальный вменяемый газ с точки зрения джиу-джитсу, причём достаточно крутой его вариации с андерхуком. Ещё разочек. Мы здесь. Мы не оказываем никакого сопротивления. Я не хочу даже блокировать его руку за голову. Я не хочу вообще, чтобы он отвлекался на ноги. Я хочу, чтобы он на меня прыгнул. Пум. Всё. Я здесь. Вратите внимание на мои ноги. Вот посмотрите, я хочу, чтобы сейчас в камеру попали мои ноги. Они не согнуты, да, они прямые. Но даже прямой ножкой я могу забрать его пятку, видите? Вот, даже там максимально больной ногой я могу его держать. Отсюда пойдут разные халфгард опции, да, мы не будем на них акцентироваться, вы можете найти кучу видео в интернете, да, посмотреть на фиксах. Просто базовая история. Я могу начать подлезать под него тазом, блокировать его, переворачивать. Часто у вас не получается до конца, потому что он будет операться, он будет перешагивать назад. Когда он это делает, я просто выезжаю из-под него. Я это сегодня делал буквально. Я выезжаю, бум, я сзади, вцепился в него руками, как-то развернулся, обрети внимание на мои ноги. То есть, вот у меня пласты, я кое-как подтянулся, может взял удушечку, да. Еще разочек. У нас был халфгардик, ручки спрятаны. Он прыгает, он под голову может взять, это вообще классно, ничего страшного. Рука, я смещаю его вбок, забираю его ножку, да. Блокирую ручку, могу не блокировать. На самом деле, главное держать за таз. Я беру его за таз, прижимаю к себе и подъезжаю, подъезжаю, подъезжаю под него. Поворачиваюсь, важно, я не хочу делать сильных мостов, не могу делать мостов, я просто ползаю под ним, рачком, червячком таким. Он перешагивает обратно, я в этот момент, смотрите, просто съезжаю назад от него. Здесь, вот эту руку, я буду руку блокировать, прихвачу за таз, неважно, я сзади него, у меня хоть какая-то позиция, еще раз. Это не борьба для соревнований, это борьба, просто чтобы хоть как-то участвовать в процессе, мощь хоть что-то, да, это вот такой прям, вот это костыль костылей прям, да, ну я участвую, мне вот прикольно, он там что-то начинает нервничать, я его тут хватаю, мы здесь боремся, да, ему оба счастливы. Дальше, еще одна история, связанная с HalfGarden, все то же самое здесь, он просто ложится на мой корпус, он не под голову ложится, он где-то здесь контролирует, да, ложится, да, держит захват за спину, как сейчас взял Паша, он даже может поставить мне ногу на ногу, нижнюю, да, другую ногу, ну как не шил, не слайс, не слайс, да, и начали вот здесь проходить гард, важно, мы же его не пугаем, да, вот, человек начинает идти на не слайс, идти тазом, а вот теперь смотрите, внимание, движение, я просто съезжаю назад, я максимально гладенький, здесь могу выезжать, хватать за таз, как-то бороться, опять же, в зависимости от вашей ноги, я сейчас стараюсь максимально ногу не включать, да, то есть не вставать, ничего, если вам, ваше здоровье позволяет больше, вы там прекрасно сориентируетесь, то есть вот я лежал, он пошел, контроля с этой стороны нет, я просто бум, съехал, прихватил за таз, опция доступна любому человеку, потому что, вообще для кого это, это вот для людей, белых поясов, да, вот ты старый, у тебя там больные ноги, ты не гнешься, тебе многие опции недоступны, из классического ржи, вот эти вот ногами вот это вот крутить, ты физически не можешь, да, там ты травмированный, белый, синий пояс, да, потому что, Пурпур, Браун, люди, которые давно занимаются, они, в принципе, сами смогут, что-то модифицировать в своей борьбе, да, а это для тех, кто вот, просто не может бороться, хочет, но вот ему не можется, да, ему, и мы записываем этому человеку вот такое вот пособие, дальше, также, халфгард, вот я здесь, и иногда, я все-таки, проигрываю андерхук, вот так вот получилось, человек собирается, проходить гахт, обычно будет не слайс, через не слайс он будет проходить, да, что я здесь делаю, смотрите внимательно, я блокирую ножку, вот у меня прямые ножки, они сжимают его пятку, если вы плотно сжимаете ноги, это всегда будет геморройно, да, то есть это тяжело будет сорвать, главное, попросите его не пинать второй ногой вам по коленам, потому что у меня больная верхняя нога, я вот прошу Пашу, чтобы он не пинал мне ногой по ногам, да, это важно, что я делаю, мне нужно ввести ручку вовнутрь, благо, часто у меня есть такая возможность, я завожу руку вовнутрь, я оказываюсь вот здесь, вот Пашу ты коричневый пояс затрел, что бы ты сделал в этой позиции, да, со мной, вот я оказался, он хочет меня раскатить, ничего страшного, смотрите, у меня руки, я ввожу, да, он меня держит под голову, я, блин, стою с его ногой, ничего вам позиции не напоминает, еще раз, я был, я проиграл андерхук, я не пытаюсь его схватить, мне пофиг, как он делает, я ухожу сюда, я, видите, разворачиваюсь на живот, да, я здесь, если у меня все, я встаю, могу просто идти на него, важно, давай обратно, достаточно распространенной реакцией, особенно по старшим поясам, будет такая вещь, как человек захочет отсюда пойти на 4,11, изобрази, да, забрать ваши ноги, тут стоит понимать, что, во-первых, он должен понимать, что не надо вам отсюда отрывать ногу, да, ну, потому что мы ее за здоровье, обратно, а, во-вторых, если вы, ну, контролируете степень травмы вашей ноги, и вы умеете двигаться, он идет на 4,11, я просто иду вместе с ним и с его ногой, здесь я могу рукой идти под ногу, могу пытаться встать в овер-андер, либо отсюда развернусь, он попытается встать на меня обратно, андер-хук, и вся подобная работа, это очень тайминговая вещь, вы должны пойти в ту сторону очень сильно, сбоку-набок, не тогда, когда он уже перешагнул ногой, сжимает колени, чтобы взять вашу ногу в 4,11, а тогда, когда он только приподнял таз, чтобы пойти, тогда он среагирует, и вы сможете обыграть его движение, все позиции, когда человек имеет полный контроль, он забалансил вес, он все поджал, он контролирует захватами, для вас фатальный, потому что фактически вам нечем его снимать, вы должны его обманывать, еще раз про 4,11, были здесь, ручки внутри, он проходит, я здесь, либо он идет, вот смотрите, здесь, вот сиди жестко, прям поставь ножки, никуда я не повернусь, все, он контролирует, это его полностью позиция, я здесь как бы не ворочиться, ничего не будет, обратно, теперь, ты можешь перешагать быстро, я просто продлил его движение, ножки сжаты, он не будет обычно сидеть, четыре раза, вот вставать все-таки, да, идти обратно, я могу здесь поработать, если он не будет вставать, я просто развернусь на него, мы за что-то побоемся, да, это не идеально, правильная реакция, с точки зрения, классической борьбы, но еще раз, мы здесь не для этого, мы пытаемся найти опцию, для тех, у кого ее нет, правильно, это неправильно, нам пофиг, вот, человек с одной ногой, он пришел на борьбу, не выиграть чемпионат мира, он пришел просто, вот, чтобы получить удовольствие, это очень важно, это был концепт Хавгарда, основная его сущность, это ваши ручки внутри, мы хотим его обмануть, мы хотим с этим поработать, и, в принципе, пробуйте, ребят, пробуйте, отрабатывайте, и вы что-то найдете, переходим к следующей части, также, кстати, бывает вопрос, кто может попасть в каталог сайта Боржеского Лайя, в качестве инструктора, и как это сделать, ребята, самое главное, нужно хотеть и иметь тему, то есть, вы имеете тему, вам есть что рассказать и показать, да, это может быть углубленная информация, углубленный урок по одной короткой теме, по одному аспекту, но углубленный, так, чтобы это был курс, в котором вы разбираете от и до все детали, погружение, подводящие упражнения, там, дрилы, то есть, раскрываете тему полностью, не просто накидываете набор обучающих тех, как, смотри, как могу, смотри, как могу, а именно, погрузить в течение определенного времени, чаще всего, это час-полтора общего, итогового, кронометража, после монтажа, кронометража, после монтажа, не надо монтажа, детский рэпер, вот, и желание, ну, и умение все рассказать, вы можете пригласить нас, для того, чтобы мы это все отсняли, а можете сделать это самостоятельно, самостоятельно, там, если вы находитесь, допустим, не в Москве, отснять курс, смонтировать, прислать нам его в готовом варианте, в хорошем качестве, и на хороших условиях, мы его разместим в нашей каталоге, для распространения и продвижения вас, как тренера, вот так, да, и, если вдруг, у вас есть желание, выпустить свой курс, там, даже есть возможность снять, или не знаете, как правильно это сделать, вы можете написать нам, мы расскажем, как, что, все подробные инструкции можем дать, более того, отснятый материал, если у вас, допустим, не хватает фантазии, умения и навыков, его правильно смонтировать, мы тоже готовы смонтировать, в общем, все эти условия, мы запросто говорим, email, mailsobaka, bjschool.online, присылайте запрос туда, мы быстренько объясним, что и как делать, мы всегда рады новым курсам, новым инструкторам и новым темам в нашем каталоге, и им рад потребитель вот этого сайта, да, то есть подписчики этого сайта, люди зарегистрированные на этом сайте, я считаю, что нашим российским инструкторам уже есть что показать, а наши российские потребители обучающего материала уже, ну, вполне достойны получать хороший продукт уже от отечественного производителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова